Будет выше. Ну вот, красавица Алена. Всю Хуан, кстати, в финале Кубка Мира. 15.05. Это хуже результат. Ну, вторая будет, я сказала, она рядом станет с ней. Но Щербатых её не обослали, обослали? Не, ну Щербатых вообще 14.00. А, да-да-да-да, всё-всё. Вот пошла Алена Козич. С Востоком. Из Европы танцуют восточные танцы. Восточные жители танцуют европейские танцы. Я уже много раз говорила про Алену Козич, что она, в общем, она мастерица высокого класса, это понятно. И ей под силу и на вольных упражнениях любую, мне кажется, композицию составить, она с ней справится. Ну, меня начинает напрягать, что она стала нестабильно выступать. Ну, вот и всё, она уже заканчивает своё упражнение, тяжеловато как-то она выглядит. Ронда Цляк и Ультара Гинто. Ну-ка, ещё раз. А, это сальто вперёд. Двойной сальто вперёд. Ну, как вы думаете, сможет она китайонок опередить? Вот, я просто вспоминаю её всю трудность, первую линию, не помню, что она показала. Только о трудности. Так всё-таки поисполнительству. За счёт трудности, да, может? Не могу, вот прям теряюсь. Ну, мне кажется, чем-то была хороша китайская девочка, а чем, ну, это тоже неплохо всё было как бы. Вот, 16.175 получил. Да, 6.9 базовая оценка трудность, 16.175, это такая заявочка архисерьёзная. Да, 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 потому что за 16 мы уже с вами договаривались вначале, кому удаётся забраться в оценке за 16, это уже ищите его в первых номерах. Ну, во всяком случае, тот же цесаревич Александр, у него 15.7 всего. Вот кореец Ким. Да ём. Вот кореец может, он тоже умеет работать. Но впереди ещё выступил ещё одного китайца. Мы не сомневались, Николай, что вы нам ещё одного китайца покажете. Тогда и будет опять два китайца на пьедестале, и третий кто уложится, устроится. Вот и кореец хорошо ведёт. Вот сейчас большим перелётом вперёд, маленького роста, такой чебурашечка. Тоже не сдаётся. Тоже не сдаётся. Конечно, он чуть-чуть по исполнительскому мастерству уступает, безусловно, китайскому гимнасту, но по трудности он не уступает, мне кажется. Ну вот мы эту трудность увидим, когда оценку покажут. Да, хорошо. Потому что у Хуана, у Ксю Хуана 6.9. Почти 7 баллов трудности. Да, и вот как раз, если нам покажут оценку, я надеюсь, что покажут оценку корейца, вот мы увидим роль. 15.05. 15.05, да. Так же, да, приблизительно, или нет, с этой, с китайской девочкой. Да, Пэнк Панк тоже 15.05. Понятно, я сказал, но вот не могу, они приблизительно одинаковые. Я вот сидел и мучился на ответить на ваш вопрос, кто из них лучше. Так, это уже, наверное, не сам Марина, а какая у нас здесь Сингапур. Да, там две представители Сингапура завершают соревнования в гонных упражнениях у девушек. Я думаю, что вряд ли они каким-то образом повлияют на призовые места. Пока Янг Юань у нас лидирует 15.225. И вот эти две девочки будут вторыми-третьими, Козич и китайская девочка, я так думаю. И больше пьедестала нет, места нет по следующему. Ну а в упражнении на брусьях, там вот мы ждем еще на степени выступления второго китайца. Он должен вмешаться. Поставить точку. Вот мы вот на дальнем плане его видим, он готовит как раз брусья себе сейчас. Вот в этой форме, желтой с красным, вот они как начали выступать, так и не меняют. Я других цветов у них и не видела. Даже тогда, когда все выступали, например, мужчины в белом трико, белой майке, они уже были вот в этом своем цвете. Ну и я, может быть, немножко обидела, что я ничего не говорила про эту девочку. Но особенно нечего сказать, кроме того, что она правильно делает, что она старается выступать в данный момент. Ну мы уже еще раз говорим о том, что в Азии, благодаря успехам японцев, китайцев, тех же корейцев. Там подтягивается вся гимназика того. 15-65 вот корейцев. Видите, какой шикарный результат? 65 это хуже, чем результат Цесаревича. Близко, но на 0,05 хуже. Но все-таки хуже. Но вот это приятно, что Цесаревич еще не теряет возможности. Ну и вот Фэнг Че. Совсем маленький. Но удаленький. Вот как точно вошел в стойку. Оп, потерял немножко. Так. Здесь пока без ошибок. И здесь хорошо, как он даже сальто и выстрелил в стойку. Попытался еще ногами там продемонстрировать. Без паузы, да. Да нет, шикарно. Да, вот так прошел этот момент. Нет, шикарно. На скорости. По-моему, он точку ставит золотую. Здорово, да? Хороший темп такой. И частота какая уроженая. Все, что... Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть еще одно десятое. Но это уже все-таки крохоборский. Это уже такое... Придирает на 10. Так, я думаю, что вот этот вот 115 номер будет впереди. Ну, во всяком случае, ясно, что победит один из китайцев, потому что у Хуан Ксю очень высокая... А, 16 у него была. 16-175. Ну, тогда этот будет второй, наверное. А вот еще одна из Сингапура гимнастка. Они прямо, я скажу, в таком... В хорошем составе прибыли. Потому что на всех снарядах присутствуют в финале девочки из Сингапура. Ну, вот это, конечно, все программа кандидатов в мастера, так скажем, в нашем размере. В понимании. Да, да. Но когда вспомнишь, что это страна Сингапур, то, в общем-то, начинаешь немножко удивляться. Ну, это вот сейчас, а пройдет еще несколько лет, и неизвестно как. Потому что в Сингапур, я думаю, все условия... Конечно, конечно, они разберутся сейчас. Гимнастику. Замечательная страна, замечательный город. Красота, да, невероятно. И сейчас вот понаблюдают, они еще раз повнимательнее рядом проходящую Олимпиаду. Загорятся, появятся спонсоры и понесутся работу вперед. Но, в целом случае, вот две участники, это результат уже большой работы. Это же не просто так. И хорошие материалы, с которых можно лепить. Ну, вот. Ну, ничего, ничего, это не смертельно для них. Они у них сейчас совсем не та задача, что у гимнастов Китая, Беларусь, Украина, Россия. Совсем не та задача. А с этой они довольно хорошо справляются. Это была последняя гимнастка, нет еще? Да, это завершало выступление в вольных упражнениях. Ну, и похоже, что, да, и Фэн Че был последним гимнастом на брусьях. То есть сейчас мы будем подводить итоги выступления вот на этих двух снарядах. 16 и 3. Да, обошел он. Да, да, да. Обошел. Понравился он нам очень. Трудно, 7 баллов.